Ярош признался, что войну на Донбассе начал он, а не Стрелков. Закончен спор одних с другими, кто же начал войну на Донбассе. Сейчас Ярош заявил, что войну начал он. Визитка по-киевски с сайта ukraina.ru 28 апреля 2016 года. Зачем Ярош признался в развязывании войны в Донбассе? Бывший лидер запрещенного в России экстремистского националистического движения «Правый сектор» депутат Верховной Рады Дмитрий Ярош неожиданно для многих признался, что в апреле 2014 года члены «Правого сектора» по прямому приказу лидеров Украины принимали участие в боевых действиях под Славянском, что объясняет, как на месте событий оказалась его визитка. Те события фактически дали старт боевым действиям в Донбассе, и информационной войне Украины и России. Что еще рассказал Ярош и почему решил сделать это именно сейчас, разбиралась лента.ру. Беспорядки в Славянске начались 12 апреля 2014 года, когда ополченцы взяли под контроль здание райотдела милиции, горсовета и СБУ. Эти новости шокировали Киев, но уже на следующий день боевики «Правого сектора» около 150 человек прибыли в Славянск для участия в силовой операции. Однако ополченцы их оперативно выпроводили из населенного пункта, и тогда Ярош объявил о полной мобилизации всех структур «Правого сектора» для подавления недовольных в Донбассе, как он выразился, в связи с бездействием властей, допускающих своим пацифизмом повторение крымского сценария в других регионах страны. Надо отметить, что у лидера «Правого сектора» был и свой политический интерес. К тому моменту он уже объявил о намерении участвовать в выборах президента Украины, намеченных на май 2014 года, и вовсю ввел свою предвыборную кампанию. 16 апреля руководитель информационной службы «Правого сектора» Борислав Береза заявил, что организация отправила в Донбасс два своих подразделения. Точную информацию о количестве боевиков Береза раскрыть отказался, сославшись на то, что это военная тайна. Однако заверил, что представители «Правого сектора» действуют в соответствии с приказами официальных силовых структур. В ночь на 20 апреля на блокпост ополченцев при въезде в Славянск было совершено вооруженное нападение. Произошло первое серьезное боестолкновение с жертвами с обеих сторон. Представители ополчения обвинили в нападении «Правый сектор». На месте боя было полно улик, среди которых две сгоревшие машины нападавших, оружие, в том числе прибор ночного видения, и немецкий пулемет времен Второй мировой войны. От себя скажу, что в советское время ходила такая байка или анекдот, что у некоторых украинцев на огороде закопан пулемет, чтобы воевать с советской властью. Так вот, советской власти давно нет, а эти пулеметы, оказывается, есть и стреляют. Далее. Личные вещи были обнаружены вместе с этим немецким пулеметом, карты, деньги, а также визитка Дмитрия Яроша. В ответ Служба безопасности Украины объявила, что имела место провокация, совершенная российскими спецслужбами. В «Правом секторе» также категорически отрицали свою причастность к этим событиям и сразу по горячим следам, еще долгое время спустя. Мы не ведем каких-то отдельных боевых действий ни на Востоке, ни на юге Украины. Антитеррористическую операцию проводит антитеррористический центр, в который входят разные государственные силовые структуры, а «Правый сектор» помогает государственным силовым структурам, предоставляет материально-техническое обеспечение, разведывательную информацию. У членов «Правого сектора» даже не осталось незарегистрированного оружия, оправдывался Традоярж. Визитную карточку лидера украинских националистов киевские СМИ сразу объявили смешным и примитивным фейком российской пропаганды. В интернете даже появился соответствующий мем, а тег «Визитка Яроша», под которым публиковались шутки и остроты на эту тему, на несколько дней возглавил тренды русскоязычного сегмента Twitter. Таким образом, настоящую трагедию с убитыми людьми, политические последствия, которые неясны сегодня, превратили в фарс. Теперь, спустя два года, сам Ярош признался, что лично организовал провокацию под Славянском. А у одного из погибших националистов его визитка действительно была. Лидер правого сектора также заявил, что задание получил лично от исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова. Отряд националистов должен был вывести из строя трансформатор радиовышки под горой Карачун, чтобы остановить трансляцию российской пропаганды. У националистов были и свои цели. Они, в частности, опасались пророссийских акций в Днепропетровской области и считали, что таким способом смогут остановить продвижение ополчения Донбасса. Согласно показаниям Яроша, для выполнения задания им предоставили два джипа и два пикапа, а вот с оружием была большая проблема. Большинство диверсантов имели охотничьи карабины «Сайга», имелись также две снайперские винтовки, несколько АКС, один лично у главы правого сектора, и старый югославский пулемет М-53, десяток гранат, им предоставили «патриоты» из криминальных кругов Днепропетровска. Возле Славянска экстремисты, в группе которых было 20 человек, наткнулись на блокпост ополчения, который на карте был отмечен на 2 километра дальше. Сразу завязался бой, и хотя Ярош формально командовал отрядом, фактически же правосеками руководил боец, воевавший в Афганистане. Его имя не называется. Сам же нынешний депутат Рады большей частью решал свои проблемы. МИ-автомат заклинило, ОЦ Булахалепа, Шоробити. Извиняюсь за украинский, может быть где-то неправильное ударение. По версии Шоробити. По версии Яроша им удалось зачистить в кавычках блокпост, убив шестерых бойцов противника, и благополучно отойти с места событий после прибытия подкрепления ополченцев. Потери правого сектора один убитый. Водитель Михаил Станиславченко из Киева, который вообще не был членом организации, но взялся сопровождать группу. Именно у Станиславченко потом нашли визитку. Еще один боец был тяжело ранен в голову. После боя о выполнении задания речь уже не шла. Отряду с трудом удалось добраться до Харьковской области, а потом в Днепропетровск. Интересно, что в районе Павлограда группа вступила в конфликт с бойцами подразделения внутренних войск Украины, которые попытались разоружить боевиков, непонятных людей с оружием и без документов. Как признается Ярош, выйти из ситуации им помогло его удостоверение кандидата в президента Украины. Формально письменных приказов я никогда не получал, и руководство государства говорило тогда правду, что украинские силовики ответственности за этот бой не несут. «Нас за этот бой поблагодарили в Днепропетровске, но другим руководителям не понравилось тогда. Один из генералов, не буду сейчас говорить кто, встретил нас в Изюме и начал кричать, «Вы сорвали мирный процесс! Вы развязали войну с Россией!» Реакция официального Киева на откровение Яроша до сих пор не последовала, хотя сенсационное заявление должно было взволновать многих высоких армейских чиновников и Александра Турчинова, который сейчас занимает постсекретаря украинского Совнацбеза. Дело в том, что события 20 апреля 2014 года стали не только началом масштабных боев в Донбассе, но дали старт невиданной информационной войне. До сих пор визитку Яроша украинские журналисты называют главным фейком российской пропаганды. Масштабное кровопролитие тоже началось именно в этот день. Ранее в регионе сторонники федерализации занимали административное здание, но были готовы на диалог с Киевом. Украинская армия категорически не хотела воевать против своих сограждан за власть, утвердившуюся в Киеве в результате госпереворота. Так, 14 апреля 2014 года жители села Родинское около Славенска голыми руками остановили и развернули в обратном направлении несколько украинских танков. Для развязывания войны политикам Майдана пришлось мобилизовать радикальных националистов, в том числе и с правого сектора. Депутат Верховной Рады украинский военный пропагандист Дмитрий Тымчук прямо сказал, что Киев ради обострения ситуации пошел на формирование добровольческих батальонов, раздал оружие и отправил на фронт большое количество уголовников. Сейчас, по данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали 9000 человек, но первая кровь пролилась именно в Славянске. Под вопросом остаются причины, побудившие Яроша дать откровенное интервью. Формальным поводом для публикации стала вторая годовщина событий в Славянске, однако нет сомнений, что за этим стоит и определенный политический расчет. В частности, Ярош, о котором из-за долгоиграющего политического процесса на Украине подзабыли, громко напомнил о себе. Покинув со скандалом в конце прошлого года правый сектор, в феврале он презентовал свое новое движение «Государственная инициатива Яроша», заявив, что оно должно выполнить объединительную функцию в кавычках для некоторых патриотических организаций. Была декларирована амбициозная главная цель навести порядок в тылу, то есть в большой Украине, включая столицу, без чего нельзя вернуть территории оккупированного Донбасса и Крым. Однако дела идут не столь успешно, как хотелось бы. Движению никак не удается выйти на уровень правого сектора. Причина, возможно, кроется в негласном противодействии Киеву, которому лишние проблемы такого рода сейчас точно не нужны. Рассказывая «правду» о визитке Яроша отставной глава боевиков напоминает о своих возможностях и количестве имеющегося компромата, который он способен выложить в любой момент. Нельзя также исключать интересов друга Яроша, Игоря Коломойского, которого не слишком быстро, но неуклонно вытесняют из олигархических и политических схем Украины. После откровений Яроша возможно в Киеве кто-то станет сговорчивее, а если нет, публике без сомнения предложат еще одну порцию «правды». Кавычках. Автор Николай Подгорный, Киев, и здесь есть ссылка на оригинал публикации. Ссылку на эту статью я дам в описании под своим видео. На этом все. Всего хорошего. Канал Веб-Рассказ. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok